Когда жизнь зависит от графика работы лифтера, бригада скорой помощи выехала на вызов к 55-летнему мужчине. Предварительный диагноз – инфаркт. Никто и подумать не мог, врачам придется, что называется, доставать умирающего пациента не только с того света, но и из настоящего, без преувеличения плена. Инесса Потапова о героизме в замкнутом пространстве. Бригада скорой приехала на вызов через 12 минут. Пока пациенту оказывали медицинскую помощь, его состояние резко ухудшилось. Диагноз – инфаркт. Клиническая смерть. Фельдшеры вызвали на помощь бригаду реанимации. Около получаса врачи боролись за жизнь мужчины. Несколько раз заводили сердце и получилось. Оно вновь забилось. Пациенты экстренно начали госпитализировать в Республиканскую клиническую больницу. Когда мы его, соответственно, погрузили на носилки, на нем сверху был наш аппарат. Монитор и дефибриллятор аппарата КГ, соответственно, погрузившись в лифт, мы очень хорошо разогнались. Потом очень резко остановились и застряли между первым и вторым этажом. Соответственно, вызвали сначала лифтера по кнопочке, понимая, что помощь придет не так скоро, как хотелось бы. И параллельно этому вызвали МЧС. Так лифт девятиэтажки превратился в реанимационную. Повезло, что свет в кабине не погас. В ту ночь в этом лифте находилось пять человек. Три медика, водитель и пациент в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжали оказывать ему медицинскую помощь. Для этого здесь было все необходимое. Это дефибриллятор, электрокардиограф и ручной дыхательный аппарат. Так у мужчины появилось первое самостоятельное дыхание. Аварийную службу ждали 20 минут, а потом вылезали через первый этаж. Сначала пациента передали двум фельдшерам и водителю. Они находились снаружи. У нас было, наверное, такое пространство, чтобы вытащить пациента и, конечно же, самим же выбраться, потому что было достаточно страшно, что лифт куда-то может уехать. К моменту прибытия в стационар мужчина уже отвечал на вопросы врачей. Буквально с порога в операционную. Без проведения коронарного стентирования пациент бы выписался глубоким инвалидом. В настоящее время он выписывается с минимальным дефицитом. Будет восстановлена его трудоспособность, он сможет работать и качественно жить дальше. В данном случае все закончилось хорошо. Благодаря грамотно оказанной первой помощи. Именно от этого зависит дальнейший исход. Если у вас появляются в груди давящие боли, сжимающие боли за грудиной, появляется немотивированная дышка, которая не снимается нитроглицерином в течение 15-20 минут, а если уж тем более это появляется впервые в жизни, это требует вызова скорой помощи. Чем раньше вызовете скорую, тем выше шанс выжить. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Георгий Кривошейн, Республика.